Вот, так устроен холодильник сзади. Вы видите компрессор. И здесь неисправность, отвалился ролик пластмассовый белый, развалился пополам от перегрузки. И здесь вы видите второй аналогичный пока еще живой ролик. На них, с помощью них можно легко передвигать данный холодильник. Для шумоизоляции данного холодильника я вот здесь использовал вибропласт. И сюда его еще приклеил. Но здесь он не очень эффективен, он именно нужен на таких вот поверхностях, больших листах металлических, которые могут вибрировать от шума. Давайте, значит, что здесь еще мы посмотрим. Здесь мы видим у нас вот ту самую емкость, о которой я говорил вначале, в которую пролилось вот это вот варенье из вспученной банки. И оно перелилось, и вот сюда вот эта вот вся грязь попала. Сейчас я буду очищать эту грязь. Вот, с помощью вот этой вот деревяшечки я немножко уменьшаю шум вибрации от этого блока. Чуть позже мы это увидим. Сейчас что я хочу? Убрать всю эту грязь, протереть пыль, которая уменьшает теплоотвод. И перегревается все данное устройство. И на вот эти все проводки, вибрирующие, я их постараюсь звукоизолировать, если хватит времени. Вот, весь этот процесс, конечно, не займет какое-то время. Вот, но идею вы поняли, что здесь нужно все почистить. И по возможности дальше звукоизолировать, уменьшить вибрации и шум. Важное замечание. При всех работах нужно холодильник отключать от сети. Компрессор холодильника может издавать вот такие вот шумы. Если они вас не устраивают, то вы можете подложить, вот как я здесь сделал, дополнительные какие-то ластики, резиновые прокладки. И шум может исчезнуть, либо перейти в более приятную тональность. То есть от такого-то, может быть, свистящего в более такой гудящий. Вот, вот сейчас я немножко его промыл, почистил, пока он не издает неприятных звуков. Но он может их издавать, в принципе. Вот такие-нибудь такие. Слышите, да? Главное, чтобы холодильник был расположен вертикально. И чтобы никакие металлические части, плохо закрепленные друг с другом, не соприкасались. После нескольких минут работы компрессора появляется вот такой вот звук. Для уменьшения вибрации можно использовать такой вот обычный школьный ластик. Сюда его вставляем. И именно вот такие высокочастотные вибрации он устраняет. Причем, именно нужно проверять отсутствие вибрации в том положении, в котором у вас будет стоять холодильник. Не в отодвинутом виде, а именно когда он стоит уже около стены. Соответственно, можно еще вот такую дощечку тоже применять для уменьшения каких-то резонансных явлений. Для уменьшения шума в холодильник, уменьшения его вибраций, можно проложить между боковой стенкой и стеной вот такие вот подушечки. Вот так вот, чтобы они немножко туго так входили. Можно их так вот, чтобы они были чуточку подальше, не видны. Вот, и шум уменьшится.